привет вас сегодня что у нас правильно выходной день чем вы занимаетесь я не знаю чем вы занимаетесь я нормальным делом сейчас запишу это видео и поеду кататься на велосипеде есть мечта взять сотку но не получится есть так сказать технические моменты дождь прошел некоторых местах будет сложновато проехать это это влияет но постараюсь не но постараюсь хотя бы ну взять больше 70 однозначно постараюсь выходной да и катаюсь по украине ну и что ну и что давайте в чем ужас вашей ситуации ребята вы никогда не были за границей когда не жили украинский 300 у нас такие мифы о том что здесь плохо там хорошо это чушь собачья ребята да у нас война спорить не буду но если сходить с точки зрения жизни у нас лучше жить чем за границей лучше ребята лучше и работать лучше жить лучше делать лучше да лучше почему ну потому что мы здесь родились ребят не ну поймите тут все очень просто понятно делаешь человек где родился где больше часть детства провел так дальше ему здесь проще это логично почему очень часто мигаранты мучаются не 10 бывает до невероятно не богатый человек все есть тоска там ностальгия будет удивляться и честно говоря так просто получилось еще в 90-е года ездил с ну назовем экскурсия потому что не за свои деньги профиле не сферу банка была делегация ехали в америку нам показывал и фондовый рынок и встретились с украинской диаспорой 90-е годы инвестиции ой подпочек на горит про инвестиции вот знаете хоть и две табуретку так размахом шарах эти диаспоры еще одной табуреткой шарах да ну такой бред пойти это бредятину столько слушал уже тошнит просто тошнит бредятин так вот когда были там ну и что я узнал мне немножко поразило что вот эти вот знаете там были американцы которые родились в америке типа украде ну то есть родились в америке там пройти 1 2 3 то есть это были американцы ну сто процентов то есть у них уже дети там внуки в американские да когда-то там дедушки прадедушки приехали с украины чтобы правильно поняли и вот эти вот вот эти вот ходили на задрипаны концерты украинских музыкантов задрипаны потому что в украине на них никто не ходил они ходили причем понимаете что это смешно эти концерты проводились того в актовом зале астрономы нас такие клубки где-то шарашки нет они просто вот к нам приезжал называть его первый раз слышать такую группу чего я не знаю да их вообще в украине никто не слушает это такое это понимаете вот не я говорю вот я просто пример ностальгии это бредятина ребята бредятина в этот выгнил ой это почти да дома лучше ребят думаю вы все знаете не не проблем конечно там хватает и там хватает так само как вот сейчас некоторых совок заедает ну ребят ну стыдно стыдно ссср нищая страна нищая поэтому развалилась она нищая вы посмотрите ой как было хорошо да не но я понимаю что если исходить с точки зрения что вы были молоды да не спорю хорошо не было если было хорошо она об осталось понимаете а сша осталось она не нищая и нищая тоже куча своих проблем но она осталась развалилась нищая страна да вот такая ситуация но ой совок ой лучше да нет поймите все заключается в том а я умеете жить честно словно просто поражает бывает действительность молодой человек он себя уже там чуть ли не хоронить стариком сделал дура ситуация там девушка мы немножко подходящий к бальзаков скому возрасту она же все она никому не нужна она уже потерян чушь нашу жизнь дура я надо же условия войны ту ну да сейчас конечно даже белопокатушкой проблем проблем но пока ты катаюсь да ну понятно никакой дурак не едет куда не надо ну и можно покатать мало того бывает ну скажем так я там катаюсь есть какие-то компания тоже там не организует а есть просто катаюсь встречая людей некоторые шарахаются не удивляйтесь ну понимаете почему-то считает что если человек по телевизору то что на мерседесе а я на велосипеде а некоторые да знакомятся по это причине действительно знакомы причем понимаете в чем класс я очень всегда поддерживаю когда ну вот катается мама папа дети идеально мне это нравится импонирует я даю встречается мне очень нравится есть такие семьи спорят не буду и да для этого не надо уезжать за границу жить чтобы кататься на велосипеде или для этого не надо уже жить за границу чтобы сходить на шашлыки для это не надо уезжать за границу чтобы своими детьми своими детьми сходить на детскую площадку лету не надо уезжать за границу чтобы своими детьми сходить, ну не знаю, там в развлекательный центр или еще какой-нибудь. Или просто с ними, ну там с детьми. Хорошо, со своей женой, своей любовницей провести хорошо выходной. Если уже на то пошло, у вас более совершенное направление. Понимаете, какая ситуация, вот этот образ, что там лучше, он давит, сильно давит. Причем, вы понимаете, он действительно строится на мифах, мифах, разговорах и так дальше. И я не понимаю тех людей, которые постоянно говорят, ну вот вот сейчас плохо, но хорошо. Ребята, потом будет смерть. Будет точно смерть, однозначно. Ну, время же не бесконечно. Вы сами понимаете, ваше время. По этой причине если вы ждете, что потом будет лучше, нет. Живите сейчас. Да, я понимаю, ну вот если действительно какая-то очень суперсложная ситуация, вы ее переживаете. Это я все понимаю. Не, ну выиграют и с войной, и плюс там со здоровьем и так дальше. Да, это жизнь. Это жизнь. Но даже ее переживая, надо переживать, понимая то, что вы живете. А эти все разговоры, ой, там хорошо, ой, классно. Не, вообще, честно говоря, мне очень чертовски нравится читать ваши комментарии. Ну, знаете, что я делаю? Я же вижу по комментариям, что вы никогда там не были. Я же вижу по комментариям, что вы это в фильмах посмотрели. А вот, знаете, скажем так, у меня есть родственница такая, подросток, девочка. Ну, она как бы получает, нет, вы или тро-юрода, просто сложно даже понять, не удивляйтесь. И вот очень часто, ну, когда бывает, ну, я же тоже стараюсь, так сказать, не выпасть с тренда, и пытаюсь кое-что вставить две копейки с точки зрения жизни современных подростков. Ну, ребята, ну, подержать беседу. Надо будет сейчас говорить. Это ты выдумываешь, это в кино. Ну, ты понимаешь, я кое-что, ну, понятное дело, я хуже знаю современных подростков, это логично, я же не подросток. Но некоторые моменты, вот я считаю, ну, то есть, я считаю, что это есть, нет, то, что я смотрю по телевизору, читаю, я думаю, что это есть. И говорю, оказывается, это, ну, такой миф, такой не существует. Такие нюансы. Так что, видите, это уже кое-что не знаю. Вот подростков не знаю. Не, ну, понятно, это логично, уже не знаю, еще, наверное, хуже знаю, чем, что переписываются дети в детском садике по смартфону. Тоже не знаю. Вот честно, ну, не знаю. Не специалист. Ну, трое знают. Знают, но, везде хорошо, где нас нет. Но, если вы не умеете жить в Украине, вы не сможете жить нигде. Поверьте, большой опыт. Деньги не помогут. Тем более, как слабосказанного, ой, ребята, тут так кажется, что деньгах счастье. Да, когда их нет, это плохо. Но опыт показывает, что если вы их не имеете тратить, не умеете тратить, даже если вас мало, вам всегда плохо. Да, я там сразу говорю, вот подумайте. А пока что, ну, выходной, так что, вперед, отдыхайте, развлекайтесь, занимайтесь любимым делом. Какое любимое дело, это вам виднее. И не завидуйте, пожалуйста, олигархам, психиахтам. Пожалуйста, не рассказывайте бредятину, что в Украине плохо. Пожалуйста, перестаньте рассказывать чушь собачью, что вот это все пройдет, тогда будет лучше. И, пожалуйста, ну, подумайте своей головой. Подумайте своей головой. Ну, что за привычка всегда, ну, как бы, слушать глупые советы. Да. Все. Пока.